Снимаем мы эти кадры поздней осенью или хмурой зимой, не было бы такой сочной картинки. Погода, конечно, решает, но не всё. Ныне зелёный и цветущий Могилёв во всех смыслах переживает расцвет последние годы. Город и вправду красавец. Такая формулировка некогда была мечтой Александра Лукашенко. А как ждали местные жители? Хорошие дороги, новое жильё, другое качество медицины. Да банально, чтобы Минску не завидовать. Подписывая в 2017-м уточнённый генплан, президент конкретно напрягает мэра. Реальное дело тех, кому доверили высокие должности. И реакция на это людей тот самый беспристрастный судья. Школы, детские сады, больницы, поликлиники, конечно, это плюс большой. Во-первых, дома, новые районы. Это увеличиваются семьи, увеличивается жилищный фонд, увеличатся детские площадки. И это всё развивается. Это, конечно, инфраструктура плюс городу большой. Да, однозначно город изменился к лучшему. И мы выходим на новый уровень, абсолютно европейский. У нас стали европейские парки появляться, европейского уровня школы, детсады. Верное направление. Город только надо развивать, благоустройство расширять. Дороги, потом зона для отдыха. Это вообще просто идеально, конечно. Ну, а так вот для детей, тут вообще, вы посмотрите, сделано вообще просто супер. А теперь приземлённые кадры и такие же задачи. Была отдельная программа по Юго-Востоку и для самого Могилёва. В хорошем смысле встряхнул юбилей 750-летия города. И то, что приезжали гости на форум регионов Белоруссии и России. Сделано, конечно, немало, но это не повод расслабляться. Та же ситуация в мире показала, на что в первую очередь стоит обратить внимание. Поэтому в течение года важно достроить кардиохирургический корпус областной больницы. Нужна новая поликлиника. Чтобы в учреждения здравоохранения приходили реже, построят фок с парой бассейнов. Молодец, неплохо, но это ещё отдельные зёрнышки. Вот я посмотрел. Нет, а сейчас это надо всё объединить такой же красотой, как эти центры. Город должен быть красивым. Я же говорил тебе 3-4 года назад, что мы привели все города в порядок, а Могилёв отстал. И последним объектом, где нам надо было подтянуться, был Брест. И вот празднику Бреста мы и Брест привели серьёзно в порядок. Поэтому сегодня уже областные центры, ну, есть населению чем гордиться. Это большое дело, когда молодёжь проезжает куда-то, Минск или куда, из Могилёва, Бреста, и говорят, слушай, я с Бреста, а у нас то это, это есть. Поэтому вот это основа. А сейчас вот надо всё увязывать вот такими транспортными дорогами, чтобы людям было удобно жить и благоустройством. Хороший пример того самого благоустройства – это проподникольский парк. При комфортной погоде уж точно не нужно тратиться на фитнес или детский развлекательный центр. Здесь созданы все условия. Парк в Подниколье – любимое место отдыха горожан. Зелёное сердце Могилёва. Здесь каждый найдёт занятия для себя, велодорожки, спортзал под открытым небом. Парк растёт и развивается. Итак, уже шесть лет, а сколько задумок впереди? Сто гектаров – территория приличная. Актуален и кинотеатр, нужна гостиница для туристов, точки общепита. Это всё среди настоящего оазиса. Абсолютно необходимая вещь для города. Хороший, красивый, уютный парк. Приятно приходить сюда на выходных, приятно гулять с ребёнком. Получаем удовольствие, великолепные фонтаны, великолепная лестница. Уже семейная традиция – раз в неделю на выходных сюда выезжать. Всё, что не делается для людей, оно всегда будет на ура принято. А я считаю, что это сделано для людей. Неподалёку сильное духовное место. На территории парка находится женский свято-никольский монастырь – памятник архитектуры 17 века. На его долю выпало множество испытаний, гонения, пожары, грабёж. В 90-х начались реставрационные работы. Местные говорят, ноги сами сюда ведут. А как всегда радушно встречают насельницы монастыря. В это непростое время, когда людям так нужна поддержка и вера, мудрые слова, сказанные от сердца – это уже как знак свыше. Эта икона является покровительницей нашего города с 1655 года. Она много раз защищала город от врагов. Это актуально. От врагов защищала. Нам сейчас это очень важно. И мы премного благодарны, что были в этом году на Пасху открыты храмы. Спасибо, Господи. Сегодня у православных особо почитаемый праздник – Троица. Накануне была родительская суббота. В этот день мы вспоминаем родных и близких, которых уже нет с нами. Новости, особенно в небольших городах, разносятся быстро. Любопытства никто не отменял. Президент приехал, и многим просто интересно посмотреть. Да и возможность высказаться есть всегда. Люди разные. Во время таких встреч кто-то поблагодарит, кто-то о проблемах скажет, как есть. И без стеснений всегда стараются что-то подарить на память. Спасибо, что вы пришли. Не загоняли вас специально сюда. А то завтра опять в этих, знаете где, опять напишут, что не так. Но пускай пишут. Мы же должны были с вами как с земляками встретиться. Я знаю, насколько это важно для нас, что дороги к храму, дороги к святыням в настоящее время открыты. Спасибо вам большое за это. И, конечно, сегодня в день Родительской Троицкой субботы мы можем помолиться за тех людей, которых уже с нами нет. За тех, кто жив в наших сердцах всегда. И я думаю, погода сегодня всю ночь и до настоящего момента просто говорила с нами. Она плакала с нами, она вспоминала с нами. Но мы-то знаем, что это души, души, которые живы, которые с нами в сердцах. И это те люди, которые становятся нашими ангелами-хранителями. И когда нам, казалось бы, вот-вот просто повезло, это на самом деле не повезло. Это те, кто нас защищает, оберегает и любит. Руководитель Сената всплакнула, когда ты Наташа говорила. Да, да. Да, посмотри. Мы живем на родной земле. И мы знаем, что именно здесь наши мечты осуществятся. Как осуществилась моя мечта, которую я изобразила на своей картине 15 лет назад. Забираю во дворец независимости. Это особая картина. От души дарю. Нас здесь собрала вера в Бога. И хочется сказать вам большое спасибо за то, что вы сохранили вот эти традиционные ценности, сохранили духовность. Спасибо вам. Молодцы. Значит, я не точно пошутил в самом начале. Оказывается, вас сюда позвал Господь. И это хорошо. И пусть они нас за это покритикуют. Пусть попробуют только. Спасибо. Да, о переменах напрямую говорят осязаемые вещи. Радует ли глаз все, что вокруг, сервис, в каких условиях можно остановиться на пару дней и где побывать. Но в то же время мы постарались и через самих людей показать, а как там у них. Понятно, говоря о развитии областного центра, остается многоточие. Впереди большие планы. Но тема все равно сейчас пока одна. И раз так, нужно смотреть шире. Закрытые границы на самом деле открытые возможности. Одна из таких, наконец, познакомится с удивительными местами своей страны. Так что добро пожаловать в Могилев. Здесь точно есть на что посмотреть. В главном эфире Лона Красудская, Андрей Ястребов, Василий Фаталиев и Николай Рузавин.